всем привет продолжаем наши маленькие путешествия по улицам петербурга смотрим дома и узнаем кто этих домах жил доходный дом глинки маврина миллионная улица 8 набережной мойки 7 архитекторы голосуев год постройки 1903-1905-2012 стиль эклектика я пользуюсь данными сайта city walls доходный дом глинки маврина начало 18 века дом паульсона середина 19 расширение настройки флигелей доходный дом глинки маврина 1903-1905 техник голосуев огурьян киприянович перестройка надстройка по набережной мойки 1905 гражданский инженер ржонстовский георгий палыч оформление фасада по миллионной улице включены существующие строение 2012 реконструкции 30-е годы 18 век здесь стоял дом армянина фишера в сороковые дом принадлежал придворному лекарю христиану христофу михайловичу паульсона здесь прошло детство его сына архитектора паульсона христиан паульсона был приглашен в петербург петром первым во время пребывания его в риге после кончины царя которого он лечил вместе с другими врачами паульсона 1725 году был определен лекарем при дворе исполнял обязанности гофхирурга с 1729 года занимал должность полкового врача престижном кавалергарском полку а в 1731 был переведен врачом герцогини микалинбургской екатерине ивановне 1750 лизавета петровна восстановила паульсона на посту гофхирурга паульсен владел в петербурге двумя домами каменный двухэтажный дом стояла в начале миллионной улице второй дом в то время загородной деревянной находился на левом берегу мойки где сейчас расположено здание капелла 1773 этот дом был продан фельтону женатому нас старшей дочи паульсона анне затем дом владел его старший сын архитектор готли в христиан затем внук придворного хирурга александр год в 1895 году квартиру на третьем этаже снимал маннергейм будущий президент республики финляндия ты еще 825 1827 годах корпусе по набережным жил павел александр котенин русский поэт драматург литературный критик переводчик театральный деятель член российской академии 1903 905 годах архитектор голосуев перестроил дом для князя тархунова маурова в середине 19 века домовладелец расширил и настроил флигели 1903 по заказу владельца дома полковника глинки маврина техник строитель надстроила вращенные на набережную корпуса 1905 участок приобрела разведенный купчиха бирина в следующем году она стала женой горноначальника генерал-лейтенанта виндорфа и заняла пост директриса дамского благотворительного тюремного комитета владела домом до революции в нынешнем виде дом существует с 1905 года когда по заказу владельца полковника глинки маврина техник строитель огурьян киприанович голосуев построил рассматриваемое здание включив существовавшие строение вот так немножко вкратце о доходном доме глинки маврина по миллионной улице 8 и набережной мойки 7 пользовался данными сайта city walls пока пока до свидания всего хорошего